Добрый день, уважаемый профессорско-преподавательский состав, уважаемые участники сегодняшней 20-й научно-студенческой конференции. Мы рады вас приветствовать на этом замечательном мероприятии и рады, что вы пригласили нас на такое торжество. И хотел вас, хотел представить себя. Меня зовут Байстан, фамилия Майна Меддинов, но Егдинов, точнее. Я приехал с Кыргызского национального аграрного университета. Сегодня я буду перед вами проводить презентацию на тему «Прияние изменения климата на продовольственную безопасность». Проведенный Государственным агентством окружающей среды лесного хозяйства предправительства Кыргызской Республики совместно с ООН, с программой ООН развития Кыргызской Республики, экспертный анализ определяет, что ситуация, находящая на данный момент, является очень необратимым в климатических изменениях. Засухи, наводнения, ураганы и другие затихийные бедствия, вызванные изменениями климата, значительно участились в течение последних трех десятилетий, нанося все больше ущерб сельскохозяйственному сектору во многих развивающихся странах. Предварительные расчеты, проведенные экспертами при разработке приоритетных направлений адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике в 2017 году, показывают, что для самых неблагоприятных сценариев изменения климата ежегодный экономический ущерб в 2100 году может составить 6 миллиардов 48 миллионов сомок. Это говорит о том, что наше государство и в общем планета в целом оказывается именно в плачевном состоянии. Если нам это на данный момент не предотвратить, это может ухудшиться. Продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди физически и экономически имеют возможность в достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания, соответствующие всем нормативным правам. Более трети населения, давайте я вам расскажу о существующих проблемах продовольственной безопасностью, более трети населения не могут удовлетворить минимальные потребности в питании для активного образа жизни. Рацион питания характеризуется низким потреблением продуктов питания с большим содержанием питательных веществ, таких как мясо, яйца и высоким потреблением хлеба булочных и масел. Домохозяйство часто вынуждено снижать качество питания, чтобы смягчить воздействие шоков, связанных с продовольственной безопасностью, включая рост и колебания цен на продовольствие, потерю урожая и снижение доходов. Как вы видите в таблице, это говорится о потреблении основных групп продуктов питания на душу населения. То, что отмечено красной, она является нормой, а то, что отмечено синей, она либо норма, либо повышение, либо снижение. То есть, как вы видите сами, я уже говорил ранее, то, что мы больше употребляем пшену, пшеницы, масла, а меньше употребляем масло растительное, мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия. И из-за этого нам не хватает витаминов. Следующий. Рыски связаны с климатическими изменениями. Изменение климата окажет влияние на наличие продовольствия, доступ к продовольствию, стабильность, запасы продовольствия и его потребление. Уменьшение водных ресурсов, изменение температуры в связи с изменением климата окажет непосредственное влияние на мелиоративное состояние, качество используемых земель и урожайность сельскохозяйственных культур. Исследования, проведенные Институтом водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики, показывают, что в Кыргызской Республике плодородность пахотных земель в результате изменения климата будет уменьшаться. А территория пахотных земель в результате изменения может составить 15%, точнее, она уже в 2000 году составила 15%, а к 2100 году может составить до 23,3%. Территория и продуктивность высокогорных пастбищ могут сократиться до 50%, при этом прогнозируемая потеря весенне-осеных эфиремовых пастбищ может составить до 70%. Сельское хозяйство также подвержено возрастающему в связи с изменением климата воздействию климатозависимых чрезвычайных явлений, например, таких как засуха, существует риск появления в стране новых видов вредителей и инфекций растений и животных, изначально не свойственного нашего региона. Ежегодный ущерб именно сельского хозяйства Республики и от климатозависимых чрезвычайных явлений к 2100 году может составить более 3,360 млрд сомов. Как вы видите, в этой таблице говорится о корреляции урожайности от осадков температуры. Наиболее заметно в производстве пшеницы, овощей и картофеля. Пшеница сама по себе должна поливаться и ухаживаться именно в апреле-июне, потому что именно в этот момент они являются очень уязвимыми. А картофель и овощи должны поливаться в апреле-июне, потому что в этот момент они являются более уязвимыми. В совокупности данные факторы могут ограничить экономический доступ к продуктам для уязвимых семей. Задачи таковы, что повышение эффективности использования земельных ресурсов и адаптация сельского хозяйства изменением климата. И есть основные меры. Это оптимизация размещения и специализация сельского хозяйства, производства, проведение селекционной работы по выращиванию за сухоустойчивых и сели устойчивых культур, проведение фитомиллиоративных работ, интегрирование управления подбищами и развитие подбищного животноводства с учетом адаптации к изменению климата и интегрирование и улучшение соответствующей сельскохозяйственной инфраструктуры для лучшей адаптации к негативным последствиям изменения климата. Следующее. Рекомендации по сокращению воздействия климатических рисков на продовольственную безопасность это повышение эффективности использования воды, сокращение потерь после уборки урожая, развитие огородничества в городах и пригородах, улучшение национального механизма стабилизации цен, инвестиции в производительный капитал посредством механизмов социальной защиты и сбор и анализ данных о климатических рисках и продовольственной безопасности. Для достижения и реализации адаптационной деятельности в силу особенностей экономического и социального развития страны и развития мировой экономики необходимо первое это поэтапное создание нормативно-правовой базы, производственно-технологических условий в каждом секторе, достижение и закрепление промежуточных результатов, разработка инвестиционных проектов, введение переговоров и поиск международных доноров. И тем самым эти проблемы могут решиться, и надеюсь, что благодаря именно этим мерам мы можем предотвратить изменение климата на продовольственную безопасность. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ